Всем привет! С вами снова Кристина. Добро пожаловать на мой канал. Здесь я рассказываю о корейской косметике и уходе за кожей. В основном я делаю обзоры на уходовую косметику, но в этом видео я хочу протестировать два популярных корейских бибикрема. Первый это бибикрем с экстрактом черного риса Black Rice и второй веганский бибикрем с чаем Камбуча от бренда Dr. Suracle. Я буду наносить текстуры и параллельно рассказывать вам о своих впечатлениях. Если вы в поиске качественного бибикрема, который хорошо ложится, не скатывается, не забивает поры и при этом, что немаловажно, ухаживает за кожей, то продолжайте смотреть это видео. Я давно хотела протестировать эти два бибикрема, потому что бибикрем с черным рисом сейчас в России безумно популярный, у него огромное количество положительных отзывов, еще меня вдохновили видео обзоры на это средство. Конечно же, в свою очередь я тоже захотела его протестировать и поделиться с вами своими впечатлениями. Второй бибикрем с Камбучей это продолжение знаменитой линейки с чаем Камбуча от бренда Dr. Suracle. Кстати, я делала на нее обзор, ссылку прикреплю выше. И средства мне очень понравились, особенно двухфазная крем-эссенция. И, конечно же, на этот бибикрем у меня очень большие надежды. Еще меня привлек тот факт, что у обоих средств в составе есть ухаживающие компоненты и антиоксиданты, которые защищают нашу кожу от свободных радикалов и преждевременного соления. Давайте уже начнем тестировать. Сейчас я смою с себя макияж и мы приступим. И первым давайте протестируем бибикрем с черным рисом. Я здесь поставила зеркало, иногда буду отвлекаться на него, чтобы нанести средство более равномерно. Итак, давайте приступим. Я его открываю. У меня, кстати, 21-й оттенок еще есть у этого бренда бибикрем в 23-м оттенке. Текстура у этого бибикрема очень легкая. Оттенок бежевый с холодным подтоном. Отдушка, знаете, такая легкая, еле уловимая, цветочная. Очень приятно распределяется и, несмотря на легкую текстуру, очень хорошо увлажняет кожу. Ложится очень тонким слоем. Как видите, эффекта маски не создает и придает такой матовый, естественный финиш. Обратите внимание, что он подстраивается сразу же под мой оттенок кожи. Какие-то ярко выраженные несовершенства он не скроет, например, яркие пигментные пятна или акне. Для этого нужны более плотные тональные средства. Если честно, я совершенно не люблю такую декоративную косметику, потому что в жизни это смотрится очень неестественно и создает эффект маски на лице. Теперь я понимаю, почему у этого биби-крема так много поклонниц, в том числе и я, потому что у него легкая текстура, при этом он отлично увлажняет кожу, не забивает поры, не подчеркивает морщинки и не скатывается, не создает чувство маски, ложится тонким слоем и при этом создает, посмотрите, такой деликатный матовый финиш. В общем, я в полном восторге и рекомендую этот биби-крем абсолютно всем. Моя оценка это 5 из 5. И следующее средство это веганский биби-крем с чаем Камбуча от бренда Dr. Circle. Давайте мы его тоже нанесем. Консистенция у этого биби-крема более жидкая, текстура немного легче, чем у биби-крема с черным рисом и обратите внимание, что оттенок у него бежевый, но с теплым подтоном. Текстура, ну, очень легкая, хорошо распределяется, одушка такая ягодная, еле уловимая и он такой придает слегка глянцевый финиш, то есть сдаёт эффект влажной кожи. Ложится, знаете, такой тонкой вуалью, совершенно невесомая текстура с шелковым покрытием и придает естественное освещение. Вот, наверное, такие выводы я могу сделать при нанесении этого средства. Особенность этого биби-крема в том, что я его совершенно не ощущаю на своем лице, он ложится, как вторая кожа, а его деликатное сияние придает коже такой, знаете, отдохнувший, свежий вид. Мне этот биби-крем очень понравился, но, несмотря на все его плюсы, у него есть несколько особенностей, которые важно обозначить. И первое, у него один тон. Несмотря на то, что он хорошо подстраивается, всё-таки я советую это средство для девушек со светлой кожей. Если у вас смуглая кожа, или вы, например, загорели в отпуске, то, к сожалению, он будет вас выбеливать. Второй момент, для моей кожи, склонной к сухости, недостаточно увлажнения от этого средства, и прежде чем его наносить, лучше, конечно же, нанести увлажняющую сыворотку или увлажняющий тонер. Для меня это не составляет какой-то большой проблемы, но я считаю, этот нюанс очень важно учитывать. Итак, я нанесла на себя эти два средства. С этой стороны я нанесла биби-крем с черным рисом, а с этой стороны биби-крем с чаем комбуча. Пожалуйста, напишите в комментариях, какой из них вам больше понравился. Кстати, эти два средства можно приобрести в моем интернет-магазине корейской косметики. Ссылку я предплю в описании к этому видео. Оба средства мне безумно понравились, но они отличаются между собой. Биби-крем с черным рисом имеет легкую текстуру, при этом очень хорошо увлажняет, мгновенно подстраивается под ваш оттенок кожи и придает матовый финиш. Биби-крем с чаем комбуча имеет более легкую текстуру, придает легкий сияющий финиш, ложится как вторая кожа и совершенно не ощущается на лице. При этом, к сожалению, имеет всего лишь один оттенок, поэтому я советую его для обладательниц светлой кожи. Ну и еще такой нюанс, что увлажнений от него недостаточно, поэтому если у вас сухая кожа, то пожалуйста, увлажните интенсивно кожу перед нанесением, но если у вас жирная и комбинированная кожа, то этот биби-крем идеально подойдет для вас. Я надеюсь, такой формат обзора был интересен для вас. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, конечно же, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. С вами была Кристина, всем пока-пока!